Сеном Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 530053 502650 8702 267 43 93 Здравствуйте! Вы смотрите программу «Каждый день» в студии Ирина Чернея. Сейчас информация от нашего партнера и далее продолжим. Постоянные головные боли, шум в ушах, головокружение, боли в пояснице. Боитесь, что мучительные боли станут вашим постоянным спутником? Вы можете не допустить этого, обратившись за помощью к специалисту. В Сеном Клинике ежедневный прием пациентов выполняет высококвалифицированный врач, невропатолог Калеева Элита Кирламбаевна. Каждому пациенту лечение подбирается в индивидуальном порядке. Телефоны для записи 4151518 702 267 43 93 Сейчас прогноз погоды на завтра. В Мортуке преимущественно солнечно, без осадка. В днем на столбике термометра плюс 5, ночью 0 градусов. В Волге солнечно, ожидается малая геомагнитная буря. Днем плюс 5, ночью минус 1. В Храм Тау малооблачно, без осадка. В дневная температура воздуха плюс 3, ночная минус 1. В Батамше малооблачно плюс 4, минус 1. Порывы ветра 13 метров в секунду. В Шалкаре солнечно, без осадка. В днем плюс 10, ночью 0 градусов. Сейчас о погоде в нашем городе. Днем плюс 5, ночью 0 градусов. Если вы руководитель или собственник бизнеса и хотите повысить свои управленческие навыки, получить новые инструменты стратегического управления бизнесом, тогда вам в Высшую школу бизнеса Алматы Менеджмент Университет. Уже третий год в октябре проходит обучение по программе General MBA – Мастер бизнес-администрирования. За два года обучения вы получаете академическую степень магистр делового администрирования и повышаете профессиональную квалификацию. Слушатели программы MBA получают три документа. Диплом государственного образца Республики Казахстан о присвоении степени MBA. Диплом Алма-Ю о присвоении степени MBA. И именной сертификат о международной аккредитации AMBA. За детальной информацией обращайтесь в бизнес-центр Достан. Первый этаж офис Алма-Ю Запад. Административную ответственность ввели в Казахстане в случае непредоставления данных об имуществе и доходах. Ответственность будет возникать с момента установленного законом срока в случае непредоставления декларации либо предоставления недостоверных сведений. Есть соответствующая административная ответственность. На первый раз это будет предупреждение, а в случае повтора будет административная ответственность в виде штрафа 15 МРП. Сказал исполняющий обязанности заместителя председателя комитета государственных доходов Республики Казахстан Талгат Мамаев. Отметим, что всеобщее декларирование доходов и имущества стартует в Республике Казахстан в 2020 году. С 1 января 2020 года почти 13 миллионов жителей Казахстана должны будут сдавать ежегодные декларации по доходам и имуществу. Декларированию подлежат все совершеннолетние граждане Казахстана, этнические переселенцы и лица, имеющие вид на жительство. Также несовершеннолетние, у которых есть имущество или доход, а также иностранцы, у которых в Казахстане есть имущество или доля участия в компаниях. В Ак-Тубе часто происходят случаи ложных вызовов скорой помощи. За минувший год 3500 раз медики выезжали к пациентам, которые притворялись по телефону больными. Чаще всего такие пациенты к приезду врачей сбегают, не впускают врачей в дом, либо отказываются от осмотра. В пресс-службе облздрава отметили, что подобными шутками горожане наносят ущерб государственному бюджету. Также из-за подобных розыгрышей медики могут не успеть на вызов, где их действительно ждет больной пациент. В здравоохранении области сообщили, что 1704 пациента не оказались на месте в момент приезда скорой. 855 отказались от осмотра и 884 человека не открыли дверь. Только за первые месяцы этого года медиков ради забавы вызвали 850 раз. В облздраве напомнили, что заложенный вызов скорой или пожарных можно получить штраф в размере 75 757. Многие люди не считают важным обращаться к лор-врачу и лечатся от обычной простуды самостоятельно. Однако за этим могут скрываться серьезные заболевания лор-органов. Не занимайтесь самолечением, они провоцируют осложнения. Обратитесь к опытному лор-врачу. В Сеном Клиник ежедневный прием пациентов с заболеваниями уха, горла, носа ведет врач. Тимир Галеев Жадгер Амиржанович. Доктор осуществляет точную диагностику на эндоскопическом оборудовании лор-комбайне «Медстар». Запись по телефону 41 51 51 8 702 267 43 93. Будьте здоровы! Вы смотрели программу «Каждый день». Увидимся скоро на Первом городском. Сеном Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53 00 53 50 26 50 8 702 267 43 93. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова